Всем привет! Сегодня я начинаю прохождение игры From the Darkness. Не знаю, оставить ли динамичную камеру. Ну ладно, оставлю. Оставлю, наверное. Чувствительность, в принципе, тоже устраивает. Всё, вот так вот начинаем, без долгих вступлений. Мы сразу же оказываемся на месте действия. Вот. И наша задача... Нам сейчас напишут, какова наша задача. Задача попасть в 64-ю квартиру покойного дедушки. Да, мы... Значит, внук. У нас есть покойный дедушка. Мы должны попасть в его квартиру и забрать там то, что дедушке больше не понадобится. Можно тут объявление почитать, посмотреть. Вот это, кстати, достаточно важное для сюжета объявление. Лучше его не пропускать. О пропаже человека, подростка, 15 лет, короткие тёмные волосы, белая футболка, красные шорты и красные кроссовки. Всех, кто обладает информацией о пропавшей... Вот это уже косяк того, кто составлял это объявление. Потому что речь идёт о подростке мужского пола. Ну да ладно. Поднимаемся по лестнице. Лифт, кстати, не работает. Я даже знаю, почему он не работает. Сейчас мы дойдём до этого момента и посмотрим. Да, на этом этаже свет совсем не работает. И как мы видим... Как мы можем видеть, лифт застрял. Застрял он не случайно. Этот лифт отсылка к другому проекту автора, который называется Вронгфлор. И я тоже его пройду как-нибудь потом. Там как раз мы ехали на лифте. Мы попадали на... Этаж или даже скорее в подвал. И там-то всё и случалось. Теперь мы играем за другого персонажа. Хотя действия происходят в одной и той же вселенной, как я понимаю. Вот шестой этаж. Здесь нужная нам квартира. Если мы поднимемся ещё выше... То герой нам напомнит, что нам нужно попасть в 64-ю квартиру. Это сюда. Так, тут у нас общая прихожая с соседями. Интересно. Уважаемые соседи, если вы не перестанете шуметь по ночам, мы будем вынуждены обратиться в полицию. Кто же шумит по ночам, если эта квартира давно заброшена? Нет электричества. Как темно, сплошной мрак чернильный. Ничего не видно. Так, ну вот, теперь должно быть посветлее. Забрать семейный альбом и уйти. Ладно, закрываем дверь. Картину эту я уже несколько раз видела в инди-хоррорах. Если честно, то вот такие повторяющиеся предметы, они немного выбивают из атмосферы. Но если про эту картину не знать, что она в других хоррорах встречается, то ничего страшного не случится, если мы её увидим. Ну, в принципе, окружение подобрано очень грамотно, я скажу. То есть, действительно такая замызганная, облезшая, запущенная советская квартира. Полное впечатление создаётся, что мы в обычной российской квартире. Это фотки... фотки, говорю. Фотография дедушки с войны, наверное. Не знаю, даже боюсь представить, что там. Кажется, фото с массовой казней или что-то. Или захоронение, может быть. Тут у нас протухшая колбаса, и на ней сидит таракан. Фу, какая мерзость. Обои отклеились. Вот просто посмотрите. Скатерть вся такая, с погнутыми уголками потрескавшимися. Обои отклеившиеся, где-то местами вздутые, местами ободранные. Ну, просто прелесть, да? Как всё сделано. Натурально. То есть, квартира, видно, что старая. Ничего вот такого, что выбивалось бы из общего вида. Квашеная крапива. Странные вкусы у дедушки были. Интересно, в каком году действия происходят. Ну, видимо, тут ещё не было мобильников. Что? Что произошло, я не успела заметить. Видимо, это было ещё до того, как... До эпохи мобильных телефонов. Где-то так, может быть, 90-е, может быть, 80-е. Скорее всего, 90-е, мне почему-то так кажется. Такие ранние 90-е. Там кто-то стоит у окна. Не знаю, видно или нет. А, всё, пропал. Там тень какая-то у окна стояла. Я думаю, это был дух нашего дедушки. Ещё фотографии чьи-то. Дедушкины книги. Это, наверное, он сам в молодости. Не знаю. Обои по углам уже отклеились. Засохли, свернулись. Это, наверное, тоже дедушка, да? Возможно, он был... Что? Показалось. Возможно, он был учителем или воспитателем. Мне это напоминает историю одного маньяка, который тоже был заслуженным учителем и воспитателем, а в то же время имел нездоровую страсть к тому, чтобы расчленять маленьких мальчиков. Да, лампа взорвалась. Непонятно, что там было. Мы не успели рассмотреть. Здесь кто-то стоит. Там чьи-то глаза видно и... И чьё-то дыхание слышно. Какие страшные картины здесь. Дверь закрыта. Да что ж такое? Почему тут всё время... Гаснет свет? Где-то дверь открылась. Вон там всё ещё стоит. Но я не могу туда зайти, слишком темно. Ага, а здесь мы свет включить не можем, не хватает детали. Ну, кто-то нам оставил ключик от кладовки. Там мы найдём нужную деталь. Я очень на это рассчитываю, да, потому что где ещё, если не здесь? Закрыто. Я надеюсь, это краска, да? Хотя на самом деле, конечно, это не краска, наверное. Не знаю, я не хочу проверять. Я не хочу угадать, что это. Кто свет опять выключил? Не надо так делать. Вот он дышит. Как нашему герою до сих пор не страшно. Сразу же, очевидно, становится, что в этой квартире какая-то чертовщина происходит. Жуткая кукла. Очень жуткая. Уходи. Ну вот, здесь нет никакого альбома. Здесь только дохлые тараканы, личинки и предупреждение нам. Чтобы мы поскорее проваливали отсюда. Ну, а что-то мне подсказывает, что уже поздно. О, мать звёздочка. У нас тоже такая была. И до сих пор где-то валяется, на самом деле. Так, это интересно. Замок, но нам не хватает для него двух деталей. Подожди. Фотография города. Мне кажется, он немного на Припять похож. Хотя я, конечно, могу ошибаться, но... Мне так напоминает. Ладно, нам сказали уходи. Попробуем уйти. Ага. Что с этой картиной происходит? Может, мы уйдём? Давай уйдём. Слушай, давай. Нет, он не может уйти, дверь закрыта. То есть, при всём желании мы уйти уже... Никак не сможем. Не получится у нас сбежать. Сбежать. Это дверь в комнату дедушки, я так понимаю. И альбом, который мы ищем. И кто-то стоит там. В темноте. Ну, почему это показывают по телевизору? Ну, ладно. Ладно. Типа нас так подзывают. Подходи, забирай, ты это искал. Так, понятно. Кто-то за нами следит. Задача выбраться. Бежим. Ну всё, поздняк метаться. Никуда мы не выберемся. Надеюсь, у нас выросла стена из плоти, из кишок или мозгов, скорее даже. Всё нам перегородило. Спасибо тебе, конечно, за это. Зачем говорить нам уходи и при этом перекрывать путь? Ну, я думаю, что... Здесь, как бы, несколько сущностей обитают. Одна сущность нас предупреждает, чтобы мы уходили. А другая нас не выпускает. Кто-то звонит к нам в двери. Ну, мы не можем открыть. По той простой причине, что больше нет ни прохода, ни двери. Так, я немного растерялась. Вау. Ничего себе, какая дверь. Так, а в Ване мы были? А тут ничего, кроме дохлого таракана. А? Что там такое? Там у нас сидит кто-то и пожирает что-то. Ну и жуть. Ну и жесть. Не надо. Перестань. Полтергейст играется с выключателем. Он следит за мной. Глаза поворачивает в свою сторону. Радио включилось. Ооо. Просто посмотрите на эту сцену. Какая жуть. У меня, кстати, иногда тоже лампочки перегорают совершенно внезапно. Не знаю, может что-то с проводкой. Дом довольно старый. Иногда сидишь, занимаешься своими делами, а лампа внезапно гаснет. И хорошо еще, если при этом не взрывается. Да, было несколько раз такое. Если здесь посидеть под кроватью какое-то время, то мы увидим кое-что интересное. Я хочу дождаться этого момента. А, ну вот. Вот. Вот и он, собственно. Кукла заглядывает под кровать. Чтобы нас немного взбодрить. Да? Кукла хочет с нами поиграть. Извини, конечно, но сейчас не время. Для игр. Блин, везде взрываются лампы. То есть мы уже не включим свет здесь. Ага. Один включатель вообще пропал. Вау. Вот он здесь, в темноте. Я вижу его силуэт. Я не буду к нему подходить. Что у нас здесь такое? Блин. У нас тут целая кастрюля человеческой плоти. И в духовке тоже. Человеческое мясо. Человеческие останки. И детали от замка. То есть получается, что... Ага. Здорово. Бежим. Все, свет везде погас. Кроме этой комнаты. Получается, что... Наш дедушка был маньяком-людоедом, да? Нужно какие-то символы поставить. В правильном порядке. Ага. Может, дверь все-таки открыть? Вот это первый символ. Желтый. Здесь будет второй символ. Зеленый. То есть нам не зря пишут, что мы можем прятаться под кроватью. А здесь будет третий символ. А еще мы видим себя в образе зомби. Третий символ. Синий. И четвертый символ здесь. На потолке. Так, ну все. Ну не надо. Хотя ладно, пусть остается закрытый. Мне так уютнее. Значит, красный. Это у нас треугольник. Бля. Подожди. Не надо выключать свет. Значит, красный. Это треугольник. Подожди. А. Вот этот, наверное, да? Потом зеленый. Какой там был? Похож на якорь. Вот, блин. Вот. Да, вот так вот. По-моему. Или нет? Да, вот этот. Потом синий. Был похож на букву М. Вот этот, да? Или нет? Вроде этот. И... Последний желтый был похож на скрепку. Это вот этот. Это вот этот. Сейчас здесь я неправильно набрала. Да. Ну все, мы получаем фонарик, и лампа окончательно в этой комнате перегорает. Все, теперь света нет нигде в этой квартире. Да, что мы видим в зеркале? Мы видим себя здесь... Опять же, в образе зомби. Мы похожи на зомби, или на... Ну блин, мы похожи на самого натурального мертвеца. Я не знаю, как еще это сказать по-другому. То есть, получается, мы... То есть, наш герой, он уже мертв. Ну, наверняка он думает, что это все неправда, что это какой-то кошмар или галлюцинация. Портрет и так был страшным. Сейчас он стал еще страшнее. А вот тот самый пропавший человек из объявления. То есть, красные кеды, шорты и белая футболка. Блин, какой больной ублюдок с ним сотворил это все. Понятно. Нас так любезно приглашают в эту комнату. Блин. Все в кровище. Целая ванна крови. Ну ладно, раз нас приглашают, то надо зайти, я так считаю. Все, мы не выберемся, мы в ловушке. Символ. Символ на стене. Это на самом деле буква F. Это означает нам... Намекает нам, что нужно выключить фонарик. Это одна из фишек игр данного разработчика. Что мы выключаем свет, и в темноте что-то происходит. Потом мы включаем и видим... Какие-то изменения. Слышишь? Пока... Нет, если честно. Я похоронил его в бетоне. Ты не слышишь? Надо еще выключить и послушать. Фонарик сейчас сам выключился. Слышишь голос в полной темноте? Иди на голос. Теперь я слышу звуки из тьмы. В общем, ясно. Нам предлагается идти... Выключать фонарик и прислушиваться к звукам. В этой комнате воняет мне стучиной. Да, нам нужно именно в эту комнату. И... Вот мы находим то, что искали. Не знаю, кто это. Труп еще одной жертвы. И он нам предлагает сделку. Палец, глаз и зубы равно ключ. То есть, если мы ему это принесем, он отдаст нам ключ. Ну, допустим. Ну, достать палец это самое легкое. Он не любит свет. Я уже заметила, что он его не любит. Так, палец у нас здесь был в кастрюле. Оно нам нужно собрать все три компонента. То есть, один палец отдать не получится. Нужно. Так, замечательно. От нас закрылись. Слушай, извини, конечно, парень, но... Мне придется кое-что взять у тебя. Глаз у него нет, но зато есть зубы. Остатки зубов. И мне придется их у него позаимствовать. Мне, конечно, не хочется этого делать. Потому что к мертвым надо относиться с уважением. Не выдирать у них последние зубы. Но... Меня просто ставить в такое положение. Это все обстоятельства. Блин. Мне кажется, он на меня злится. Подожди. А что теперь делать? А, точно. Мы зашли в эту комнату, и мы оказались где-то. В пространстве. Без конца, без края, без стен. Без границ. Просто идем вперед. Просто идем, 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 идем. Пока не приходим к этому стулу. Подбираем ключи, и все. И мы снова вернулись. Обратно. Картина. Картина здесь внезапно оказалась. Очень беспокойная картина. Давай, открой. Так, и ключ вот от этого шкафчика. И здесь у нас то, что нам пригодится для того, чтобы цепи перерезать. Здорово. Там, блин. Кровь. Закрыта. Нам придется забрать глаз у куклы. Кукла плачет. Кукла явно не рада нашему приходу. Кукла догадывается, что мы хотим сделать. Кукле страшно. Она в угол забилась. Она пытается нас отпугнуть и жутко рычит. Блин, мне жалко. Мне, опять же, не хочется совершенно выдирать у нее глаз. У него, не знаю. Блин, мне не хочется, но, блин, мне приходится. Другого варианта нет. И картина в зеркале меняется. Мы видим куклу без глаза. Мы видим главного героя зарубленного топором. Не знаю, кто это сделал. Возможно, кукла нам отомстила. Хотя у куклы не хватило бы явно сил на это. Кукла просто злорадствует мстительно. Но, скорее всего, убил нашего героя кто-то другой. Ну да, как я уже говорила, лично моя теория заключается в том, что в этой квартире обитает несколько сущностей. Одна сущность это что-то вроде злобного демона, который, возможно, контролировал, вселился в дедушку главного героя и заставлял того совершать убийства, пожирать человеческую плоть и делать такие вот подобные ужасные вещи. А другой дух это сам дедушка, который, разумеется, не смог упокоиться после всех совершенных злодеяний. И его дух до сих пор здесь бродит. Также здесь бродят духи всех его жертв. Вот. И поэтому только кажется, что квартира заброшена и пустая. На самом деле здесь очень много народу тусуется. Так, ну вот мы собрали все необходимое для ключа. Подумать только, да, какая фантазия у разработчика. Запихнуть палец в глаз, потом воткнуть туда зубы, потом воткнуть все это в глазницу, трупу и провернуть. Восхитительно. Он сильнее в темноте. Когда ты осветишь все комнаты, он станет слабее и ты сможешь выбраться. Это ключ от ящика под потолком. Ну давай. Ну да, он не обманул, он дал нам подсказку и дал нам ключ. Блин, как жутко выглядит, а? Просто кошмарно. Вообще в эту игру лучше всего играть ночью, в темноте, в полнейшей, в наушниках. И желательно не смотреть перед этим прохождение и играть самостоятельно. Тогда впечатления будут наиболее полными, наиболее яркими. Вот. Нечем поджечь свечи. То есть, когда прохождение, смотришь, то атмосфера тоже чувствуется, так как смотреть хороший фильм ужасов, но все-таки лучше это пережить самостоятельно. Вот такие хорошие проекты. Такие годные инди-хорроры всегда лучше проходить самому. Ау. Блин, это было так громко. Нас чуть не прибило дверью. Я в шоке. Я в шоке просто от всего, что в этой игре творится. Так. Ну, мы, конечно, вышли с одной стороны. А с другой стороны, никуда мы отсюда не денемся. Это уже необычный подъезд. Это уже другая измененная реальность. Вроде того, что было в Сайлент Хилл, например. А вот этот вот товарищ и есть наш дедушка. Дедушка-маньяк. Там что-то гремит за дверью. Да. А здесь сейчас будет такой прикол, что нельзя идти в те двери, где раздаются звуки. Потому что иначе нас телепортнёт обратно. Да, здесь тоже слышны звуки. А значит, идём в эту дверь. Здесь тихо. Это значит, наверное, здесь безопасно. Так. Мы идём правильно. Чья-то огромная рука высовывается из-за угла. Очень длинная рука. Сейчас нам нужно повернуться и выходить через эту же дверь. Руки тянутся отовсюду. Так. Ну, эти двери открывать бесполезно. Они все заблокированы. Там за ними ничего нет. Ну, тут нам пометили, дали подсказку, куда идти. Ладно. Пока мы всё делаем без ошибок. То есть мы идём правильно. Мы идём. Идём куда нужно, и нас не возвращает обратно. Так, там что-то шумит. Мы туда не идём. Не пойдём. Ни за что. Всё. Всё, фонарик сел. Фонарик... Фонарик сдох. Всё. Всё. Мы без света. Мы абсолютно без света. Пытаемся выйти наружу, но... Это бесполезно. Снаружи только пустота. Только красная пустота, и... Вот это вот... Я не знаю, можно ли назвать это домом. Это строение. Сирена. Похоже на вой сирены. Очень сейчас всё похоже на Сайлент Хилл было. Видим здесь такого позитивного, улыбающегося парня. Этот парень... Для тех, кто играл во Вронгфлор, он уже старый знакомый, можно сказать. Так, ну пока он завис, мы попытаемся забрать у него зажигалку. Надеюсь, нам за это ничего не будет. Нет, ничего не будет, он куда-то ушёл. Он бы мог спокойно открутить голову... Героя за такую дерзость. Ну, ничего. Он ничего нам не сделал, наверное, так и было, задумывая. Ну, чтобы мы забрали эту зажигалку, и теперь у нас есть чем поджечь свечи и начать ритуал изгнания этой нежити, нечисти из своей квартиры. Здрасте. О, блин, он на меня смотрит. Я не буду на него смотреть, ну всё. Я сделаю вид, что здесь никого нет. Блин, всё, всё, до свидания, до свидания. Спасибо, спасибо, что подвёз. Задача зажечь свет во всех комнатах. Расставляем свечи. Зажигаем их. Можно их ставить, кстати, абсолютно в любое место. Например... Не знаю. Сюда, что ли? Сюда. Или нет, не в любое, только на стол? А, ну, видимо, только на стол, но в любое место на стол. Здесь куда-то... На полку постав... Ставим. Дай пройти. О, ничего себе. Гигантское лицо в окне. Если не сказать, что страшное оружие того самого монстра... Опять картина переехала. Она всё время меняет своё положение. Да что ж такое? Да что ж такое? Опять красный свет. В эти моменты зажигалка не работает. Что-то светит. Что-то светит. Что-то такое. Это солнце? Солнце мертвецов. Очень странный источник освещения. В принципе, тут... Всё странное в этом мире. Так, и что мы видим? Мы видим... Труп этого парня. Здесь мы его видим, и здесь мы его видим. А также он здесь себя раскопировал. И распланировал. Слушай, зачем? Зачем? Я не виновата ни в чём. Это к дедушке все претензии. Блин. Я уже думала, всё. Они сейчас нам наваляются. То, что мы с ним сделали. Ну, то есть, конечно, это сделал дедушка, но... Ты открой. Хотя нет. Давай-ка мы поставим свечку вот тебе. Чтоб ты успокоился. И больше так не делал. И что такое опять произошло? Да что это было? Зачем это было? Почему это было? Подожди-ка. Секунду. Так, он тут всё ещё валяется? Да, он всё ещё здесь валяется. Так, значит, следующую свечку ставим где-нибудь... Ой. Вот здесь. Блин, неудачно я её поставила, конечно. Ну да, опять этот демон здесь бегает. Это явно не наш дедушка. Это что-то другое. Он ещё и свечи наши погасил. Ну, не все, правда, только некоторые. Куда бы так поставить аккуратно эту свечку, без риска спалить дом? Вот если мы сюда её поставим, то мы можем поджечь обои. Вот. Лучше на край стола, так будет безопаснее. Ну, с другой стороны, конечно, это такая квартирка, что её бы, конечно, и спалить не грех, но... Это же и на соседей перекинется. Так что нет. Лучше не надо. Соседи ведь ни в чём не виноваты. Ладно бы, если это было бы частный дом, а так нет. Ну и всё, последняя свеча. Кровь капает. Это нам как бы разработчик подсказал, где находится тот ящик, который нужно открывать. Всё, мы загнали его в угол. Вот он здесь. Здесь спрятался. Зажигаем последнюю свечу и... И всё, и он пропадает. И мы как бы победили. Всё, мы свободны, мы избавились от зла. Мы очистили проклятую квартиру. Ну, вроде того, вроде того. Блин, темно. Слишком темно. Тут ничего не поменялось? Нет, ничего. Но мне это всё не нравится. Всё как-то слишком просто и легко получается. И опять этот звук, как будто бы мы всё ещё не в реальном мире. Этот мир просто притворяется реальным. На самом деле это... Всё тот же кошмар, в котором мы заперты. Но если вспомнить, что главный герой мёртв, то... Ох... И, наверное... Ну, кто-то ведь должен за это ответить. Возможно, так. Вот. Ну, либо мы просто стали ещё одной замученной душой, которая оказалась поймана в этом кошмаре. Ну, опять же... Я думаю, что, возможно, дедушка ни при чём. Потому что там в квартире обитала злобная сущность. Дедушка был нормальным, но потом что-то случилось. Дедушка, возможно, у него... Слепо крыша поехала. Тут ещё эта сущность как-то к нему прицепилась. И он начал всё это творить. Начал убивать. Ну, конечно, это его полностью не оправдывает. Очень качественный инди-хоррор. Очень стоящий. И я всем советую. И на этом тогда, наверное, мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok